друзья всем привет сегодня я покидаю город северик я там переночевал сегодня и вот сейчас еду в сторону города дьяр-бакир на северо-восток вот я покидаю провинцию шанрюл-фа и заешают провинцию дьяр-бакир дьяр-бакир это новая провинция третий карачак каяк меркезе я сейчас загуглил это оказывается у них горнолыжный курорт вон там есть на востоке я так понимаю когда снег выпадет и в общем они там на лыжах катаются буквально 20 километров от того места где я нахожусь от этой трассы эта трасса ди-360 уже а вот смотрите баранов пасут у нас здесь очень резко испортилась погода видимость вообще вот наверно метров 100 максимум туман я так понимаю скорее всего даже может быть дождь будет плюс ко всему еще упала температура и потихонечку я уже на стекле вижу мелкие капельки скорее всего там будет дождь или еще что-то типа этого 6 градусов за бортом температура да в турции у меня такой впервые друзья достаточно просторный город он чем-то мне напоминает вот эти все города которые я проезжал большие за исключением только того что здесь широкие улицы новые дома возможно конечно здесь тоже есть старый город старый центр но на первый взгляд вот как мне показалось город достаточно просторный по крайней мере современная его часть много здесь многоэтажек построили уже продолжают вот стройку здесь в этом городе есть все отели хилтон редисон и все все нормальные отели современные цена в принципе как по всей турции у них одинаково в районе 50 долларов можно остановиться в пятизвездочном отеле 50-40 долларов примерно стоимость отеля в эмерсе газанты бадана шанрюлфа они вот примерно все от одинаково выглядят обращаю ваше внимание что здесь вот эти все метро все современные всякие разные магазины вот слева редисон отель я сейчас туда заезжал 40 долларов стоит ночь nissan центр в принципе достаточно такой город современный видите они вот здесь вот так вот сделали рекламу прям на своих балконах лоджиях я вот сейчас уже подъезжаю ближе к центру у них здесь и mercedes benz и toyota аэропорт есть ну такой весьма прям крупный город вот видите вот здесь у них вот такие вот машины полицейские бронированные и я уже прямо вот подъезжаю в центральную часть города ну город однозначно просторный много машин у них вот таких вот здесь бронированных я так понимаю это полицейские машины и прямо вот их много the police друзья мой новый отельчик достаточно просторный да и город просторной и фотографии видите можно дайвингом заниматься и отели прям такие просторные 400 турецких лир стоит мне сегодня номер в этом отеле новый отель очень просторный все у них здесь качественно сделано прям так все чисто убрано вообще живопись искусство телевизор здесь воду они всегда дают принципе все необходимое есть ну и вид вот на город то есть это немного на окраине это похоже какой-то новый микрорайон и сама центральная часть города вот она находится там куда она ман бесплатный завтрак бесплатная сауна года и другие сервисы по бронированию здесь цена на 200 лир больше то есть я купил за 400 а они предлагают за 600 здесь ну вот он можно здесь видеть спа сауна есть завтрак и так далее друзья к нам сегодня приехал целый автобус футболистов ночью вот они разбросали здесь свои башмаки высоченные вообще у меня метр девяносто рост они выше меня такие все спортивные широкие молодцы в общем я думаю сейчас будут тренироваться здесь выступать вот все с собой привезли воду а здесь рядом с отелем оказывается есть футбольное поле я думаю они сейчас здесь тренироваться будут каждом номере они притащили каждый с собой колонку и в каждом номере играет своя музыка то же самое в три часа ночи было двери у всех открыты кучу обувь футболисты окажется такие смешные отель еще не достроили достраивают он там скорее всего бар будет фонтанчик зона отдыха здесь очень жарко летом до 50 градусов температура поднимается вот так называется эта футбольная команда которая сюда приехала они даже притащили машину полицейскую сюда специально друзья давайте начнем главная самая основная достопримечательность города это стены города они имеют протяженность около пяти километров и являются вторыми по длине после китайской великой стены вот эти стены собственно под которыми я прохожу здесь уже достаточно прохладно вот так вот выглядит одна из башень стены города весьма массивно должен вам отметить летом здесь очень жарко а сейчас достаточно прохладно мне прям пришлось утеплиться я думаю около десяти градусов наверное температура сейчас около пяти с половиной километров это стена и объединяет 16 башен я так понимаю это не башни вообще друзья город диарбакер и является одним из самых древних городов в мире и некоторые ученые утверждают что его возраст может достигать семи с половиной тысяч лет невероятно колоссальный труд был затрачен на то чтобы это все сделать потому что здесь высота но вот представьте вот идет человек я думаю 20-30 метров высота стены пример очень высокое сооружение и у нее вот такая вот ширина здесь около 4 5 метров так некоторых местах можно зайти посмотреть что внутри вот наверное сулейман когда второй приходил вот здесь был обстрел скорее всего так и чё давайте дети показывайте дорогу дети как всегда знают что делать и куда идти да здесь местные тусовочки и чё вы здесь делаете а там что-то есть чё здесь ребята сейчас подождите у меня нет свет есть вы не думаете специально для таких случаев давайте сейчас будет весело а щенята здесь понятно ну ладно да оставьте вы их короче дети щенков нашли ладно молодцы дети я иду дальше весьма удивительное зрелища конечно же в третьем веке и и тут строили 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 башни вот это все вот так вот засыпали а сейчас она стоит даже никому не надо это вообще ничего ну посмотрите стекла осколки так ну естественно я поднимусь попробую подняться наверх надеюсь здесь это все не разрушится под моим весом а ну и все вот то что было сломано все туда можно только вот так туда как-то попасть но это все очень шатко очень опасно сколько было здесь затрачено усилий чтобы это все вот вот так вот выложить по кирпичикам замазать чтобы каждая все на свое место встала стояла на своем месте говорю же каждый день меня турция чем-то удивляет капец такое великое масштабное строение на втором месте после китайской стены вот она просто вот так стоит рассыпается вот друзья здесь на самом деле таких ходов выходов очень много естественно сюда и мусор и все что угодно приносят но оно примерно вот так везде одинаково выглядит как там в возвратительном состоянии мусор и вообще все что угодно костры по моему здесь жгут потому что гарь копоть казалось бы да столько сил столько усилий потратили чтобы эту стену сделать и сейчас она вот так вот просто стоит как помойка какая-то ну ладно окей вот здесь они хотя бы загородили решетки поставили я думаю это не башни это какие-то промежуточные такие ходы в которые люди просто заходили потому что пишут что путеводители пишут что 16 башен но вот эти вот части куда я сейчас заходил где я сейчас был это не похоже на башню и она вот так по кругу идет а вот здесь по моему можно зайти если я не ошибаюсь а нет здесь все завалено камнями ну зайти то можно вот они натаскали сюда палок каких-то тряпок и все это просто вот так вот заброшено стоит я думаю зайти то можно теоретически если сильно захотеть мне просто интересно стало как эта башня выглядит ну да они вот здесь закрыли якобы а снизу то открыто ну все я понял то есть вот здесь был пол когда-то естественно этот пол под своим весом обрушился а вообще теоретически люди вот так вот там бойницы они воевали с этой части я честно говоря не знаю вообще можно здесь ходить или нет но я сейчас попробую подняться прямо на самый верх этой башни да здесь тропинки есть даже кто-то ходит и бродит капец реально реально прям достопримечательность номер один с учетом того что она в таком еще заброшенном состоянии но здесь масштабы колоссальные видите прям костры здесь жгут бутылки валяются что-то мне подсказывает что это такая шаткая конструкция и здесь небезопасно находиться потому что строили в третьем веке и вон там можете увидеть уже все сыпется крошится здесь прям здесь прям реально может небезопасно во всех смыслах быть во первых здесь какие-то бичи бичуганы живут во вторых это все может просто раскрошиться теоретически я мог вон там пройти и я так понимаю я мог вот здесь спуститься если я не ошибаюсь да скорее всего можно было здесь пройти спуститься есть прям вот все которые сохранились очень хорошо части здесь лестницы в третьем веке начали строить ребята почти две тысячи лет назад во первых сколько камней во вторых смотрите как они ровненько это все построили вот если мы будем вот так смотреть ни один камень вообще ничего никак не торчит не выпирает ничего ровненько все идеально ровно такая высота и они вот на какую-то звездку это просто вообще я даже не знаю как это оно ничем не связано можно сказать раньше-то цемента бетона такого не было так ну естественно друзья в общем здесь базировалась византийская империя сначала потом Османская империя пришла султан Сулейман потом впоследствии здесь армяне жили и сейчас живут в основном курды даже говорят что это столица Курдистана кто-то и в общем можно осирийцев еще здесь найти а вот здесь есть лесенки прям прям вот реальные лесенки по которым можно подняться просто спокойно здесь какие-то то ли бездомные то ли дети я не знаю даже кто либо выпивают люди а здесь просто гетто какое-то и вот на каждой башне кто-то сидит что-то делает она туда уходит вот так по кругу по кругу и туда вот такая достопримечательность сомнительная конечно круто что это все так было сделано но в каком это сейчас все виде в каком состоянии видите на каждой башне смотрящий здесь тоже ребята выпивают или что-то такое делают ну весьма жутковатое такое местечко дети тут рядом там прям такой запашочек они там и в туалет ходят и костры там жгут ну и в общем все что с этим связано собака со щенками да я ничего тебе не принес ничего нет со щенками короче собаки здесь щенков рожают а алкаши водку пьют и вот так это все выглядит снаружи капец я думал собака и кошки рядом с ней тусуются большая часть стены в очень хорошем состоянии если бы там еще костры всякие не жгли то вообще классно было бы вот они пишут что здесь 16 башень а я только три из них заметил такие широкие прям лестницы да и вообще сама по себе стена очень широкая очень масштабная только вот видите а здесь трущобы там костры жгут все такое и вот она продолжается идет идет вот так на каждой башне кто-то сидит я раньше не видел такого тунеядства в Турции а здесь прям дети лазят по этой башне не дети все кто угодно ну город то древний самый древний город в мире и вот как то мы о нем не знаем то ли мы не знаем то ли нам не говорят в некоторых местах можно спуститься поэтому я пойду в этом направлении прогуляюсь посмотрю возможно что-то найдется вот видите вот эти серенькие блоки это новые блоки но они из такого же материала просто они ровно выпилены выточены в некоторых местах есть вот такие вот лазы проходы вот дети с рюкзачками ходят здесь гуляют прям туннели целые блин чего я только не насмотрелся в этой Турции и прям рядом дорога улицы все то есть часть города а вот здесь в принципе можно любой желающий может подняться погулять вон там кто-то даже фотографируется сюда поднимается ну вокруг нее постоянно дорога автомобильная проходит поэтому в принципе 5 километров можно ее объехать полностью всю на машине отвод воды ливневая канализация такая и в некоторых местах прям так они культурно классно сделали или тропиночки указатели а где-то прямо это все раз заброшено и мусор валяется и в общем все подряд собираются любопытно то что некоторые люди прям вот очень и очень бедно живут а некоторые в новых домах живут и прям очень и очень хорошо такое ощущение что вообще здесь ни конца ни края этой стены нет она реально очень длинная конечно по праву она будет на втором месте после китайской стены во-первых по размеру во-вторых по длине здесь где-то мост должен быть красивый через реку Тигр через реку Ифрат я уже катался со всех сторон уже ее обсмотрел а вот реку Тигр еще не видел видите красота превыше всего вот пожалуйста пастух коров здесь пасет люди на велосипедах катаются прогуливаются здесь и тут же это стена в некоторых местах уже сама просто под своим весом сама по себе уже рушится потому что очень тяжелая и плюс ко всему еще здесь холодно же бывает это как раз таки и есть вот эти Hefsel Gardens сады которые находятся под охраной ЮНЕСКО в данный момент я честно говоря не знаю какая в них ценность заключается где-то в описании я думаю будет информация об этом ну вот ребята здесь коров пасут а вот это наверное как раз та часть которую разнес Сулейман 2 артобстрелу подверглась эта область ну и вот что хотел сказать что разломали вот эту часть и спокойно зашли то есть по сути ну да конечно от каких-то мелких набегов наверное она хорошо защищала 15 веков 12 веков а потом Сулейман 2 пришел и все забрал друзья я начал примерно оттуда вот если прямо туда смотреть и примерно половина стены ну я думаю я здесь около двух часов половина стены я обошел за два часа 6 8 тысяч лет то есть были здесь обнаружены свидетельства это это тоже тут замок он находится прямо возле стены с восточной части города и прямо внутри этого замка сделали музей туда можно зайти в этом музее погулять и как раз таки замок посмотреть то есть чтобы в этот музей попасть в этот замок замок музей нужно выйти из стены он с обратной стороны стены а здесь у них прям полным ходом стройка идет они готовятся к лету я так понимаю вот так вот осуществлялся вход тут с одной из башен и встречали гостей не гостей вот такие вот ворота да друзья пожалуй самая главная самая основная достопримечательность в этом городе это вот именно вот эта стена стена старого города я так понимаю и в общем рекомендую начать знакомство с города именно с этой достопримечательности и вы уже поймете что здесь как расположено мосты сады это уже второстепенно вот сейчас я именно непосредственно уже нахожусь в городе дети тут очень много детей в этом городе очень много сами по себе они ходят тусуются своими делами занимаются здесь отели в том числе бутик отели можно прям здесь остановиться именно вот внутри стены вот здесь есть такие отели 3-4 звезды я думаю они тоже примерно так же стоят и найдется подземная парковка либо швейцар припаркует вот видите вот так в Турции везде любят собак подкармливать кипиш при кипиш все что-то они продают куда-то спешат куда-то едут но уже потихонечку час пик начинается еще чуть-чуть погуляю и поеду в спа вот это а здесь прям много отелей на любой вкус можно прям здесь именно вот внутри этого места остановиться друзья здесь обратите внимание в замке это мечеть прям внутри замка происходит молитва как раз сейчас идет и вот я первый раз вижу что вот в таком вот замке мечеть остались еще в старом городе вот такие вот улочки узенькие в которых можно походить побродить в туалет и бесплатно а а двери да и вот эти улочки узенькие улочки здесь тоже имеют место быть в старом городе прям очень много всяких разных кафе ресторанов отели здесь в общем прям вот узенькая улочка отели какие-то вот здесь чары вары свечки все друзья я находился нагулялся улочки а получил массу эмоций еду в гостиницу в спа греться ужинать возможно получится смонтировать видео для вас и все спать отдыхать до завтра увидимся в следующих видео спасибо за просмотр вот вот что я уже вот и Продолжение следует...